Здравствуйте! По традиции в конце каждого месяца мы подводим его итоги с представителями ведущих политических сил региона. Апрель оказался богат на события, которые были в центре внимания достаточно долгое время. Визит премьер-министра страны, что ему показали и какие выводы из этого можно сделать. Отчет губернатора области о деятельности правительства, на что в первую очередь обратить внимание. Об этом мы не только поговорим с гостями программы. Казанцева Тамара Николаевна, первый секретарь Тюменского областного комитета КПРФ, член ЦК КПРФ, депутат Тюменской областной думы, почетный энергетик Российской Федерации. Морев Сергей Николаевич, избирался депутатом Тюменской городской и областной думы, председатель Совета бюро регионального отделения партии «Справедливая Россия за правду». Вершинин Иван Сергеевич, избирался депутатом Ямальской окружной думы, депутат Тюменской областной думы, фракции ЛДПР. Ульянов Владимир Ильич, большая часть трудового пути связана со службой в правоохранительных органах и политической деятельностью, депутат Тюменской областной думы, фракция партии «Единая Россия». Во второй половине месяца губернатор Александр Мород читался о работе регионального правительства за 2022 год. По итогам доклада все депутаты единогласно проголосовали за признание работы эффективной. Население области растет, а регион в числе лидеров по многим показателям. Например, по продолжительности жизни и воду жилья. Какие меры поддержки помогли сохранить экономику региона и адаптироваться к новым реалям? С подробностями Анастасия Лизаревич. Главный герой 2022 года это солдат. Контрактники и добровольцы, бойцы ЧВК. Но, к сожалению, не бывает боевых действий без потерь. Прошу почтить память павших защитников Отечества минуты молчания. Сразу после минуты молчания Александр Мор рассказал о мерах поддержки военнослужащих и их семей. В области работает 80 социальных гостиных. Участники СВО получают все выплаты, включая единовременную – 100 тысяч рублей. Для детей мобилизованных – бесплатные кружки и питание в школах. Без очереди берут в детские сады. Против нас ввели беспрецедентное количество санкций. Иностранные компании покинули наш рынок. Делалось все, чтобы остановить экономику и парализовать нашу жизнь. Сейчас, подавляя итоги года, я уверенно могу сказать – у них ничего не вышло. Мы выстояли. А для этого потребовалась поддержка. Она была оказана всем отраслям, начиная с экономики и бизнеса. В непростое время предприниматели получили всевозможные льготы и госгарантии. В виде кредитов, микрозаймов у нас составило 20 с лишним миллиардов рублей. Это колоссальная сумма, это колоссальная поддержка. Эти меры помогли сохранить экономику и снизить безработицу. Трудоустроено 38 тысяч тюменцев. Зафиксирован рост промышленности. Реализовано 307 инвестпроектов. Каждый третий в сфере АПК. Тюменская область стала второй в России по урожаю овощей. Рекорды и в строительстве. За год ввели более 2 миллионов 245 тысяч квадратных метров жилья. А еще отремонтировано 350 километров региональных автодорог. Возводят школы и детские сады. Продолжается развитие медицинских технологий и обеспечение больниц новейшим оборудованием. Область в тройке регионов-лидеров по качеству жизни. И главный итог. Население области растет. Нас уже более миллиона 600 тысяч человек. Я благодарю всех жителей Тюменской области за тот весомый вклад, который каждый вносит в развитие нашего региона. Спасибо представителям всех исполнительных органов власти, главам городов и районов. Более чем 19 лет я проработала в правительстве Тюменской области. И это беспрецедентный случай, когда весь депутатский корпус проголосовал за признание работы эффективной. Депутаты областной думы единогласно положительно оценили все меры поддержки правительства области. А губернатор пообещал, что работа будет продолжена. Анастасия Лизаревич, Михаил Болбель, Тюменская служба новостей. Здравствуйте, уважаемые гости. Рад видеть вас в нашей студии. Посмотрели мы сюжет. Понятен совершенно посыл губернатора. То, что он выделил прежде всего, это рост населения области и рост продолжительности жизни. Тамара Николаевна, а вы какой показатель на первый план вывели? Ну, если из этих двух показателей, то мне кажется, они равнозначны. И рост населения у нас сегодня не особо растет. Прироста населения большого нет. Особенно за счет миграции. Поэтому надо, чтобы рождаемость увеличивалась. Ну и продолжительность жизни растет. Слава богу, хорошо. Значит, есть условия для того, чтобы спокойно жить, нормально. И я бы поставила, наверное, рядом вот эти два посыла, которые нам преподелил губернатор. Ну, из того, что он еще говорил, что бы вы выделили? Что для вам показалось важным? Ну, я выделила многое. Во-первых, мне понравилось, что он сказал, что герой сегодняшний у нас – это солдат. Это очень привлекло внимание, что действительно мы сегодня думаем о нашей операции и помогаем людям. И у нас идет сбор гуманитарной помощи по всей Тюменской области, все партии, движения это делают. Дальше мне понравилась его позиция в отношении социальной сферы. То есть он остановился на всех разделах. Вот выступая на заседании Думы, я сказала о том, что он ведет правильную политику кадровую. И привела конкретные примеры города Тобольска, который за три года нахождения у власти Афанасьева Максима Викторовича преобразился. И очень многое там изменилось. То есть это тоже верно. Город туристический, его надо преображать, и чтобы туристы туда ехали, чтобы у нас центр был туризма, наша Тюменская область. Обратила я внимание и на то, что сегодня выделены те объекты, которые совершенствуются и в Ишимском районе, и в городе Тобольске, что запланировано и будет сделано. Поэтому я думаю, что все направления, которые охватил наш губернатор, они важны и нужны сегодня нам, всем жителям нашей области. Ясно. Что бы вы, вот когда вы слышали это выступление, наверняка чего-то ожидали? Может, что-то из ожидаемого не прозвучало? Ну, я ожидала, я задала вопрос по поводу поддержки личных подсобных хозяйств. Ответа я не услышала, но он сказал, что если есть какие-то предложения, приходите, будем беседовать. Ну, я надеюсь, что я к нему приду, побеседуем, и по поддержке личных подсобных хозяйств будет какое-то движение вперед. Ясно. Сергей Николаевич, на ваш взгляд, все-таки то, о чем говорил губернатор, он же говорил о 22-м годе, то, что сейчас происходит, в 23-м году. То есть, этой же дорогой мы идем? Вы знаете, у нас для 22-го года в условиях внешнеполитических событий достаточно хорошие показатели по некоторым направлениям, такие как строительство, можно сказать, отличные. Ну, вот, возвращаясь к первому вопросу по поводу увеличения количества населения, продолжительности жизни, рождаемости, это все-таки самый важный момент, он агрегированный, он показывает состояние ситуации в целом. У нас по рождаемости, к сожалению, идет падение. Прирост есть, положительный, у нас 1157 человек родилось в прошлом году, но, допустим, я помню, когда мы рассматривали буквально года три назад такие же отчеты губернатора о положении дел, у нас рождаемость была и больше 3000 человек. Хотя на фоне страны в целом, у нас, когда читаешь цифры, там, ну, волосы на голове встают, потому что идет такая убыль населения, что мы понимаем, 600 тысяч по прошлому году было в стране, минус 2 миллиона за последние три года. И то, что у нас идет рост, понятно, что почти 6,5 тысяч человек заехало за квартал 2023 в регион, это говорит о том, что здесь хорошо, здесь есть стабильность, здесь регионы развиваются, но ведь на фоне падающей рождаемости, это значит, вымывается население из соседних регионов. Мое мнение, что хороший момент по строительству, и у нас уже в топ-5 крупнейших федеральных застройщиков зашли компании из Тюменской области, и помимо нефти, газа, там, туризма, есть уже компетенции в этом направлении. Очень порадовало то, что есть прогресс по высокотехнологичной медицинской помощи, это опять же к вопросу рождаемости, подкрепляется и растет медицинский туризм, в том числе и из ближнего зарубежья, что очень важно. Мое мнение, и мы уже не раз на этой передаче обсуждали, что все-таки в продолжении темы здоровья, здоровья населения, давно запланировано строительство онкологического диспансера, все-таки надо довести дело до конца. Да, она невозможна всего большого объема денег без привлечения федерального софинансирования, здесь, конечно, надо вплотную работать с федеральным центром в этом направлении. Иван Сергеевич, фракция ЛДПР голосовала также за принятие отчета губернатора, в чем причина? Вся Тюменская дума проголосовала за отчет губернатора, все депутаты, потому что все те темы, которые в отчете губернатор коснулся, они касаются наших граждан. В частности, наша фракция ЛДПР подняла тему доступности медицинских услуг и обеспечения узкими медицинскими специалистами сельских территорий. В частности, в наш адрес поступают сигналы из Ишимской агломерации о том, что есть сложности попасть к узким специалистам, к неврологу, к пульмонологу. Мы должны понимать, что прибыль населения, которая была обозначена, она в основном идет за счет двух городов. Это Тюмень и Тобольск. А вот сельские территории нам есть куда подтягивать. Ну и Тюменский район еще. Тюменский район, да. Но мы Тюменский район можем сейчас рассматривать как агломерацию Тюмени, потому что многие жители Тюменского района по факту работают в Тюмени. И поэтому мы говорим о том, что доступность медицинской хорошей помощи в сельской местности должна быть тоже на очень хорошем уровне, не хуже, чем в городе Тюмени, насколько это возможно. Губернатор, отвечая на наш вопрос, сказал о том, что действительно этим вопросом занимаются. У нас есть ряд социальных программ, например, «Земский доктор», и планируют эти меры дополнительно усиливать для того, чтобы у жителей села была возможность получать современную высокотехнологичную квалифицированную медицинскую помощь. Ясно. Владимир Ильич, но вы на своем веку уже десятка-два, наверное, отчетов выслушали. Этот вам чем запомнился? – Объективный отчет губернатора Тюменской области о тех реальных делах, которые были в прошедшем году. И я бы наряду с тем, что вы сказали про продолжительность жизни и прирост населения, в первую очередь отметил экономическую ситуацию. Да, мы на 6,4% снизили показатели по сравнению с 2021 годом, но это связано в первую очередь в большей степени с нефтедобычей и газом. А вот по всем остальным направлениям, в том числе и в сельском хозяйстве, и в промышленности, мы имеем прирост. И это не просто вот откуда-то упало, это тоже конкретные действия правительства. При поддержке, бесспорно, депутатов Тюменской областной думы направлено было в экономику более 20 миллиардов рублей из областного бюджета на поддержку инвестиций почти 350 с лишним миллиардов рублей. Это в полтора раза больше, чем в 2021 году. Вот эти действия в условиях санкций, в условиях ограничительных мер со стороны Запада и их приспешников, они как раз и позволили экономике области выстоять и даже более того развиваться. И, естественно, это оказало вот такое влияние и на прирост населения, хотя бы даже миграционный. Значит, регион привлекателен. Для меня очень важно, что и сельское хозяйство в прошедшем году, в 2022 году, отлично отработало, то есть и по зерновым, и по картофелю, и по овощам. То есть мы здесь в числе лидеров в целом даже по Российской Федерации. Вот эти действия, они, это мы не заливали, будем так говорить, бюджетными деньгами социальные какие-то проблемы. Да, меры социальной поддержки составили значительную сумму, 60% в целом. Но это необходимо было, мы это тоже понимаем в современных экономических условиях. Поэтому вот та деятельность оперативная и своевременное правительство, еще раз повторяю, бесспорной поддержкой депутатов Тюменской областной думы, она и позволила вот те результаты, которые губернатор обозначил, на сегодня иметь. То есть вы бы согласились с губернатором, да, что на первую очередь, чем отличается 2022 год рост населения и рост продолжительности жизни? Это уже как последствия от экономического развития. Если бы экономического развития не было, не было бы устойчивой экономики, меры социальной поддержки, эти показатели бы не были достигнуты. Ясно. Даже сам губернатор, он назвал, вот я процитирую, считаю одним из основных достижений в этом году, то, что мы не остановились в строительстве ни одного важного социального объекта. Его оценка тоже, я с ним полностью согласен. В этом же месяце премьер-министр Михаил Мишустин посетил Тюменскую область. Глава правительства высоко оценил темпы социально-экономического развития области. Как прошла рабочая поездка, что особо отметил премьер, расскажет Мария Рянина. Знакомство Михаила Мишустина с Тюменью началось прямо у трапа самолета. Премьер-министра встречали полномочный представитель президента в УФО Владимир Якушев и губернатор Александр Мор. Первый пункт рабочей поездки председателя правительства – физико-математическая школа. Экскурсию провела директор Наталья Фомичева. Премьер-министру показали учебные лаборатории и познакомили с проектами, над которыми работают ученики. Михаил Мишустин посетил класс, где ребята готовились к Всероссийской олимпиаде школьников по биологии, а также пообщался с учеником, который, несмотря на юный возраст, уже сотрудничает с крупным авиаремонтным комплексом. В этом году мне было предложено авиакомпанией «ЮТЕР» включиться в проектную работу по нормализации производства диафрагмы резиновой для гидроаккумулятора вертолетов. Сейчас очень много происходит того, что укрепляет технологический суверенитет страны, ну и, конечно же, создание и изучение новых технологий, связанное с новыми материалами, с абсолютно новыми технологиями. Это все на повестке дня. Вот скажи, пожалуйста, а чем ты еще занимаешься? Как ты так заказ получил такой серьезной компании, значит, участь в школе? Говорю, хочу пользу приносить нашей стране, хочу в производстве какую-то проблему решить. Мне говорят, хорошо, хочешь, значит, будешь. Вот меня снабдили такой возможностью съездить на заводах. Ты поехал на предприятие, показал? Ну вот это самое главное. Также премьер-министр посетил одно из крупнейших машиностроительных предприятий региона. Михаил Мишустин поздравил коллектив производства «Тюменские моторостроители» с юбилеем и отметил, что технологический суверенитет, который очень важен для страны, представлен на предприятии. Вы сегодня говорите о собственной компетенции, то, что хотите изготовить ТМ-16 в 2024 году, конечно, будет нуждаться в программе продукта, которая позволит вам его проектировать, эксплуатировать, обслуживать. 80% научно-исследовательских конструкций для работ можно соответствующим образом покрывать за счет средств бюджета для того, чтобы это делать. И 50% при промышленной эксплуатации программного обеспечения, когда вы уже внедряете, еще 50%. Побывал Михаил Мишустин и в лабораторно-исследовательском центре «Новотек». Глава правительства страны оценил вклад компаний в укрепление технологического суверенитета и развития науки. Мария Рянина, Владимир Кондратьев, Тюменская служба новостей. Так, возвращаемся в студию. Порт-актив продолжается. Не случайно мы показали этот сюжет. Да, это, безусловно, одно из событий главных месяцев. Визит премьер-министра Российской Федерации. Тем более, Мишустин у нас первый раз был. Вот на ваш взгляд, почему именно вот эти объекты, о которых в сюжете говорилось, были показаны премьер-министру? Я напомню, это, значит, физмат-школа, моторостроительный завод, лабораторно-исследовательский цех «Новотека». Я поясню еще раз, почему я задаю этот вопрос, потому что есть с чем сравнить. Премьер-министры, может быть, у нас были не так часто в Тюмени, но, тем не менее, очень многие из них у нас побывали. Начинаем, если с советских времен, председатель совета, можно сказать, премьер-министр советского времени Алексей Косыгин неоднократно в Тюмени был, но это понятно, потому что с Тюменью у него были связаны особые воспоминания молодости. Он здесь жил три года в 20-х годах 20-го века. Вот что ему показывали в 73-м году? «ЦУМ», «Боровскую птицефабрику», одно из самых крупных предприятий на тот момент Тюменской области, да и, по-моему, за Уралом крупнее комбольно-суконного комбината, чем у нас в Тюмени, не было. Его показали, завершался визит в доме политпросвета, в тот момент тогда была там картинная галерея и фотовыставка. Давайте к современному еще времени обратимся. Дмитрий Медведев во время еще вице-премьерства своего в 2008 году у нас побывал. Ему показали поселок молодежный, индивидуальное жилищное строительство, только тогда там начиналось. Профтехучилище, тоже со стройкой связано. И нефтегазовый университет. В 2013 году ему показывали нейроцентр и, по-моему, он еще побывал в сельской школе. Тамара Николаевна, вот когда таким гостям показывают что-то, это своеобразная витрина достижений того или иного региона. Вот то, что показали Мишустину в этот раз, вы как оцениваете? Что можно было бы поменять, добавить? Я не знаю, вот на ваш взгляд. Ну, я считаю, что то, что показывали в те времена, заранее было спрограммировано. И, наверное, такая задача поставлена была и в правительстве области в то время, чтобы именно показали эти объекты. А, думаю, Мишустин приехал, чтобы посмотреть тоже моторный завод. Может быть, даже по собственной инициативе. Потому что он сегодня тесно связан со специальной военной операцией. Он готовил этот завод моторы для разных видов нашего, значит, и самолетов, и вертолетов, и так далее. И потом в 1963 году моторный завод появился на свет. В этом году мы ему отметили 50 лет. И наши депутаты ездили, поздравляли, видели, что сегодня там территория не вся работает. Потому что в 1992 году оборонный заказ полностью был снят. И вот сегодня такая потребность появилась. Мы это прекрасно понимаем. Чтобы не заказывать за границей, тем более, что, знаем, санкции наложены на нас. Так что, я думаю, Мишустин сам подумал, посмотрел, слышал. Сейчас моторный завод, насколько я понимаю, больше работает на нефтегазовую промышленность. Да, в настоящее время он входит в холдинг «Газпрома». Ну, я думаю, что в какой-то степени он будет перепрофилирован на данном этапе. Не зря он сюда приехал. В площади, возможно, будут все задействованы. И хорошо бы, если бы это произошло. Потому что, если мы вспоминаем комморно-суконный комбинат, в те времена, когда был Косыгин, то это было действительно предприятие очень большое, важное и нужное. Сегодня вообще с лица земли стерли, хотя нам обещали наши власти, что будет действовать. А построили там жилье. Поэтому, я думаю, это очень важно и правильно, что он поступил. Он посетил моторный завод. То, что он посетил школу физико-математическую, это тоже он посмотрел уровень подготовки наших учащихся. Потому что они должны продвигать нашу науку, чтобы и Тюменская область двигалась вперед. И вот в своем выступлении, кстати, Александр Викторович сказал, что сколько мы мест заняли первых в Олимпиадах, везде. То есть мы, в общем-то... В отчете губернатора эти цифры прозвучали. Да, да, в послании. То есть в отчете губернатора прозвучало. Поэтому он посетил. Про Новотек, если говорить, то это очень тоже важный объект, который сегодня является лидером газовой промышленности всей Тюменской области, а может даже и Российской Федерации. Поэтому, конечно, на территории города Тюмени должны быть объекты, лаборатории и так далее, которые будут работать, развиваться. И я думаю, у нас потенциал в Тюмени, наверное, выше. Не обижу никого наших товарищей из нашей матрешки, ни Ямал, ни Ханты. Но скажу, что все-таки научный потенциал в городе Тюмени у нас большой. Поэтому хорошо, что вот такой визит состоялся. Он был правильный, наверное, согласованный с Мишустиным. Объяснено почему. И он все это принял как должное. Сергей Николаевич, на Ваш взгляд, то, что ни разу, вот я посмотрел, совпадения ни разу не повторились с показами объектов 50 лет назад, 15 лет назад и так далее, о чем это говорит? Есть что показать? Это говорит, ну, во-первых, появление всегда руководителя такого уровня дает дополнительный импульс тем направлениям и тем объектам, на которых он появляется. Я бы добавил, что Алексей Николаевич Косыгин во время своего приезда побывал еще и на заводе мед... бюджетных мест на инженерные специальности в вузах страны. Очень важная инициатива, потому что у нас, ну, честно говоря, последние 25-30 лет этому очень мало уделялось внимания, и как-то вот инженеры были, ну, немного подзабыты. Второй завод, который посетил Николай Владимирович, это Тюменский моторостроитель. У меня отец на нем проработал мастером, я о нем слышал с самого детства. Это тоже был флагман уже авиастроения. Они собирали двигатели для самолетов в Советском Союзе. И, то есть, эти высокие технологии, потенциал, он сейчас должен быть задействован. На самом деле, я согласен полностью, чтобы все производственные площадки, которые там сейчас есть, должны быть заняты станками, людьми, и чтобы все это работало на нашу родину. И третий момент, опять мы возвращаемся по спирали, то есть научно-производственная исследовательская база на ВТЭКа. И 50 лет назад мы знаем, какие здесь были дискуссии о том, что надо делать. Нефтегазовый университет здесь, на месте, в Тюмени, чтобы вот этот нефтегазовый комплекс огромный снабжался местными кадрами, на месте люди учились и тут же на месте осваивали. И теперь мы возвращаемся к тому, что да, здесь и исследования надо проводить, не надо это делать в Москве, тем более не надо делать это за границей. Абсолютно правильное решение, и будем надеяться, что сейчас в этом направлении будет у нас в ближайшие годы прорыв. Ваша точка зрения на то, каким образом формируются вот эти вот все визиты. Вот если бы у вас была такая возможность, вы бы что еще могли бы добавить в эту программу пребывания? Я как человек, который пусть недолго, но проработал в исполнительных органах власти, вам могу сказать, что визиты такого уровня прорабатываются самым тщательнейшим образом. И подбор объектов, и та тематика, которая поднимается, потому что для региона это действительно поддержу коллег. Особое внимание, и вот вы задавали Сергею Николаевичу вопрос, как вы считаете, не случайно ли обязательно учитывался опыт предыдущих визитов коллег? Это стратегический вопрос. Я бы добавил объекты туристической сферы. Потому что на самом деле у нас Тюмень ассоциируется в федеральном центре с производственной базой, с нефтегазовым кластером, вообще со сферой ТЭК. А на самом деле, и это показывает статистика, последние годы Тюмень действительно становится центром притяжения Тюмени, Тобольск, туристов. Часть у нас недружественных нам стран закрыли для наших людей возможность посещения. Все больше внутреннего потока. Поэтому я бы председателю правительства действительно показал бы и набережную нашу замечательную, и горячие источники наши прославленные, Абалак, Тобольск. Действительно, мы бы могли показать о том, что Тюмень для всего нашего огромного региона, для Севера, для Югры, для Ямала, для всех соседних регионов, может улучшать инфраструктуру туристическую и становиться целым таким уральским центром туристической индустрии. Ясно. Владимир Ильич, ну вы на своей памяти, может быть, даже и помните еще визиты, те, которые были в советское время. На ваш взгляд, подходы изменились или они все те же остались при встрече таких гостей? Ну, частично, конечно, поменялись. Вот я в те времена, к какой-то мере, была такая, знаете, экскурсионная составляющая, показать витрину конкретного региона. А сейчас меняется ситуация, на мой взгляд, по крайней мере, что ни экскурсии, ни посмотреть витрину, какие-то объекты, которые... А целевая задача, а целевая задача – это экономика. И действительно, в данном случае Мишустин при формировании программы на это и ориентировался. Почему завод медоборудования? Он долгое время, к сожалению, даже будучи в структуре «Газпрома», не развивается. Не развивался. Поэтому, конечно, такое предприятие... Вы имеете в виду моторный завод? Моторный завод, да, прошу прощения. Поэтому, конечно, значение данного предприятия важно не только с оборонной составляющей, но и с газовой. Там идет ремонт газовых турбин, перекачка. Поэтому, конечно, это очень важный объект, значимый и для оборонки, возможно, и для самой экономики. Следующий объект – это, который посещает... Вот не случайно, не обратили мы внимание, Фальков присутствовал, Валерий Николаевич. Это не случайно участие министра науки и образования, высшего образования в составе делегации. То есть вопрос кадровый. Бывшего депутата областной думы. Бывшего моего студента, кстати, в какой-то период времени. То есть здесь как раз шел вопрос о кадровом обеспечении и нефтяной промышленности, и газовой промышленности, и вообще экономики, в целом Российской Федерации. Поскольку сегодня работа, связанная с тем, что качаем сырую нефть, качаем газ, она уже имеет проблемы, серьезные проблемы. Поэтому есть необходимость углубления переработки, то есть выход на переработку углеводородного сырья. Поэтому, естественно, обсуждался вопрос, для этого необходимы кадры, научные кадры, производственные кадры. И эта проблема как раз и рассматривалась, возможно, в объединении вузов, кампус студенческий, строительство. То есть город Тюменская область как уже научный центр, по сути дела, что необходимо. И я бы еще отметил, что возможно, но, так сказать, явно не показывалось, премьер-министра интересовали взаимоотношения внутри Тюменской области с Ханты-Мансийским автономным округом, субъектом Российской Федерации, нематрешкой, Ямало-Ненецким автономным округом. Потому что, действительно, это два таких субъекта Российской Федерации, Тюменская область и Архангельская область. И очень важно вот эта структура посмотреть, как отношения выстроены, как они привели, вот если в отличие от, будем так говорить, периода конца 90-х годов, от конфликта к конструктивному сотрудничеству вот этих трех субъектов Федерации. Это очень важно, что не каждый свой так будет смотреть кошелек, а есть ряд проектов, которые совместно надо решать и которые наиболее будут эффективно решены при софинансировании, при соучастии всех трех субъектов Тюменской области. Вот это очень важно, я думаю, что премьера этот тоже вопрос интересовал, конечно, он не освещался, я не могу открыто, но обсуждение на вероятнее всего было. Но и очень важно, что еще раз говорю, участие Валерия Николаевича Фалькова, это именно развитие научного комплекса Тюменской области. Я благодарю вас за участие в программе, всего вам доброго и до новых встреч. Спасибо. Спасибо, коллеги. И это все, о чем мы хотели рассказать. С предстоящими вас праздниками мира и лада. И не забывайте смотреть объективно на все. Субтитры сделал DimaTorzok